Привет, права все включены у тебя. Так, друзья, приветствую, приветствую, как видно, как слышно. Андрей, а что в чат у нас информацию не показывает? Ага. Тут у меня и в перископе идут приветы. И здесь так все отлично видно, слышно, да? Друзья, сегодня 6 сентября, среда. Значит, у нас традиционный технико-экономический вебинар SkyWay. Ведем мы с Алексеем Суходоевым, соответственно, традиционное наше по средам такое общение и погружение уже в более такую глубину SkyWay. Соответственно, раз сегодня 6 сентября, значит, до Экофеста 2018 года осталось 297 дней. Друзья, время летит неумолимо. Скоро мы перевалим уже, когда будет не 200, а 100 с чем-то, потом на десятки. И встретимся с очень многими из вас уже на Экофесте 2018 года, где будет очередная веха развития проекта, очередная встреча партнеров, очередная демонстрация достижений того, что мы сделали за этот год и на каком этапе мы находимся. Поэтому, друзья, конечно, до этого произойдет еще огромное-огромное количество событий, потому что сегодня без таких очень серьезных, значимых событий не проходит практически ни одна неделя, и какая уж неделя, практически ни один день. И здесь, друзья, кто следит, кто смотрит, кто участвует в проекте, то, конечно, вы видите, как и что развивается этот очень непростой, очень, скажем, такой значимый и грандиозный проект. Поэтому, друзья, здесь на прошлом вебинаре я начал говорить сегодня в связи с теми событиями, которые мы с Алексеем будем комментировать определенные события. Друзья, начну как раз с содержательной части того, что надо сейчас уже и привыкать, и понимать, и доводить до своих партнеров, друзей, с кем вы работаете, коллег по Skyway, о том, что проект находится и выходит на новый уровень. И это естественное, друзья, развитие, просто раньше это было не до конца понятно, раньше это казалось не какая-то сбыточная или очень далекая перспектива. А сегодня, ну, четко уже говорим, что начинается основная задача Skyway, основная задача, которую ставил перед собой инженер Юницкий, создавая инженерную школу, именно технологическую школу, запуская конструкторское бюро, опытное производство, это, друзья, уже формирование Транснета. И наша задача, то, что мы реально делаем, мы сейчас это уже четко декларируем, что это тоже по ходу наших вебинаров, наших именно научной работы, уже родился термин «сеть адресных проектов», но Транснет, друзья, это реально всемирная сеть, это реально следующее поколение именно и информационной, и вообще транспортной коммуникации, потому что, друзья, интернет, наш младший брат, как мы его называем, это тоже транспортный коммуникатор, он передает информацию, то есть он позволил убрать границы между информацией, и сегодня создано информационное поле Земли, которое вкладывается в логику пятого технологического уклада, где мы пользуемся сегодня полдами цивилизации, то, что сегодня создано инженерами именно в виртуальном сегодня мире, или в мире, который входит в информационную сферу Земли. То, что сегодня делаем мы, то, что сегодня делает инженерная школа Юницкого, это создание новой сети, сети нового поколения, это Транснет, это Транснет-спейс, это новое пространство, которое позволит, так же, как интернет в свое время убрал границы, и мы сегодня из любой точки можем и передать, и получить информацию, из любой точки Земли, он убрал сегодня возможности контролировать, контролировать свободное перемещение информации и общение между людьми на всей планете, там, где сегодня доступен интернет. И сегодня для того, чтобы студенту написать курсовую программу, курсовую работу, или получить любую информацию, которая есть сегодня в общем информационном поле, для этого достаточно либо одним пальцем включить айфон или смартфон, а тот, кто находится в кабинете, открыть ноутбук и войти в браузер для того, чтобы задать вопрос роботу, который тебе тут же даст ответ на любой вопрос, который сегодня тебя интересует, и та информация, которая есть сегодня в общедоступном пользовании, а это практически вся информация, которая сегодня есть. И мы к этому уже привыкли, это инженеры нам сегодня предоставили эту возможность, мы не представляем сегодняшнюю жизнь без работы именно информационного поля нашего младшего брата интернет, почему мы постоянно произносим и называем младший брат, потому что это сеть, планетарная сеть, это интернациональная сеть, это интернет так и называется, первого поколения, которое позволило включить в коммуникацию миллиарды людей. Соответственно, на этом построены целые бизнесы, мы видели за последние 20 лет, это возникло возникновение крупнейших корпораций, крупнейших бизнесов, которые участвуют в создании этой услуги, которая сегодня нам предоставляется, этой корпорацией, которая производит гаджеты, это и Apple, и Samsung, и IBM, и Intel, еще очень много компаний, которые производят программное обеспечение, и Microsoft, и сервисные компании, такие как Facebook, все это, друзья, мы видим, это капитализация десятки и сотни, и Apple уже показал и капитализацию в триллионы долларов, это, друзья, все развитие именно инженерного направления, это все развитие цивилизационного, именно технологического пути, по которому мы сегодня идем и в котором сегодня мы участвуем. Мы, как проект Skyway, который запустил инженер, создавший новую сеть поколений, запустивший новую технологию именно струнной коммуникации, именно транспорта следующего поколения, который уже транспортирует не только информацию и позволяет создавать сеть свободного перемещения информации и создания новых услуг, но и физического перемещения товаров и услуг, в том числе и информации. И Транснет это коммуникатор, который будет и передавать информацию несоизмеримо по количеству с сегодняшним интернетом, и транспортировать энергию, соответственно, то, что сегодня делают различными источниками, и, соответственно, перемещать еще физическое, и людей предоставляет транспортную услугу, и, соответственно, грузы. Таким образом, мы сегодня приступили к созданию нового коммуникационного сферы на Земле, которая называется Транснет. И мы очень много об этом говорили, об этом термине. Этот термин родился в 2008 году, именно исходя из инженерных решений, которые дал Анатолий Владимирович Юницкий. Это на одном из докладов на Питерском экономическом форуме. Как раз я делал доклад и ввел в такой общий оборот термин Транснет. Сначала он был непонятен, то есть, что такое. Все понимали, что это совокупность всех транспортных систем, которые сегодня существуют на Земле. В каком-то приближении, это можно так подходить, но в конечном итоге Транснет это именно сеть струнных коммуникаций, именно коммуникаций по единому стандарту, по которым будут перемещаться именно подвижные составы, которые сегодня изготавливаются и испытываются. Это юнибайки, юнибусы, юникары, юнилеты. То есть, то, что вы сейчас видите пока в модели, но на следующий год уже будут продемонстрированы Кинотрансу и действующие образцы, прототипы. А к концу года уже будут реально ходовые испытания уже юнилетов, которые будут выходить на скорости близкие к 500 км в час. И, соответственно, производительности транспортной инфраструктуры, которая сегодня пока демонстрирует на наших юникарах с возможностями до 20 млн тонн в год перевозки и сыпучих грузов, и контейнерам киволембии. Но и в дальнейшем производительность такой одной трассы будет увеличиваться до 100, а потом и до 200 млн тонн. Это тоже, друзья, те возможности, которые заложены сегодня в Транснет, в Скайвей и те, которые будут продемонстрированы в Марьиной горке. Соответственно, друзья, мы очень активно сейчас формируем сеть Транснет, сеть адресных проектов. И вы должны четко понимать, что в любой точке мира, где бы сейчас не обсуждался и не начинается строиться проект с использованием струнных технологий юнилского Скайвей, соответственно, это формирование общей сети. Через какой-то промежуток времени она вся соединится в единую инфраструктуру, в единый механизм, и, соответственно, из любой точки мира вы можете физически переместиться в любую точку мира. Естественно, друзья, что так же, как и интернет покрыл сегодня не разом все пространство на Земле, точно и так же Транснет будет строиться и развиваться постепенно. Сначала будут первые сотни километров, потом тысячи, сотни тысяч, первый миллион километров, по оценке нашего друга и соратника, бывшего министра транспорта Южной Австралии Рода Хука, что первый миллион километров появится в ближайшие 10 лет. А потом он будет просто очень геометрический прогресс, быстро строится, и за следующие 10 лет, то есть в ближайшие 20 лет, будет построена дорога, как минимум, столько же, сколько сегодня автомобильных, то есть это порядка 65 миллионов километров дорог. А по оценкам нашим внутренним, именно уже SkyWay, что за ближайшие 15-20 лет будет построено, как минимум, 100 миллионов километров дорог, соответственно, по которым будут перемещаться, как минимум, 4-5 миллиардов единиц подвижного состава. Соответственно, как мы говорили уже, из технологии они не будут не потреблять ни одного грамма углеводородного топлива, то есть загрязнять экологию. Они все будут работать на возобновляемых чистых источниках, и это будет абсолютно новая эра развития, абсолютно новая цивилизация, которая сегодня строится. И мы, друзья, как раз подходим к тому, что и логика линейных городов, и логика освоения новых территорий, и исходя из этого сегодня ведется вся работа. И вы видите уже, и мы вам показываем, как раз сейчас, к сожалению, из-за занятости как раз Виктора Бабурина и Антону Дорогичу Единицкого, мы репортаж, который сейчас готовится по последнему результату поиски в Индии, он выйдет только на этой неделе, мы ждали его чуть-чуть раньше, но загрузка сегодня, друзья, такая, вы должны понимать, что вот эта информационная сейчас составляющая, она отходит несколько на второй план, потому что в Индии сейчас готовится уже не один десяток адресных проектов, буквально почти, ну, около 10 дней назад Юницкий с Бабуриным вернулись из Индии, провели очередной раунд работы и запуск адресных проектов. Как раз вот все комментарии будут на этой неделе, и в конце этой недели, в воскресенье, Бабуриным с Юницким опять улетают в Индию, уже с новым этапом, это уже участие в составе правительственной делегации Белоруссии, туда летит президент Белоруссии, Александр Георгиевич Лукашенко, именно для переговоров и для встреч на самом высоком уровне, естественно, уровня президента и премьер-министра встречи в Индии, и налаживание уже двухсторонних отношений, и летит большая делегация уже бизнеса Белоруссии, и можно сказать, что одним из ключевых делегатов и одним из ключевых направлений представления белорусской технологии в Индии, это будет SkyWay. И там будут ряд переговоров и на уровне министров транспорта, энергетики, инфраструктуры, как раз, которые будут обсуждаться и намечаться очередные этапы развития проекта SkyWay на территории Индии. И дальше уже выходит, то есть, когда Виктор практически полтора месяца последний прожил в этом регионе, переговоры ведутся уже на уровне межгосударственного общения, то есть на уровне Индии, Индонезии, Филиппин, Малайзии, и это тоже, друзья, логика, к которой мы сейчас подошли, и только то, что сегодня несет SkyWay. Потому что отдельные технологии или отдельные регионы сегодня нельзя рассматривать как комплексное перспективное развитие. И я приведу такой пример, что когда мы с Франтишеком выступали на расширенном открытом заседании правительства в Уругвае, в Монте-Видео, соответственно, мы тоже продекларировали такую вещь, что рассматривать сегодня развитие одной отдельно взятой страны в Латинской Америке смысла никакого нет. Только группа стран, только то, что сегодня дает общий регион с общими ресурсами, с общим правом, может дать серьезную перспективу. И мы предложили логику соединить Тихотянское побережье Южной Америки с Атлантическим побережьем, соответственно, через весь континент, и сделать трассу, которая позволит соединить Парагвай, Боливию, Уругвай и, соответственно, Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай через Аргентину соединить еще с побережьем Бразилии. И, соответственно, сделать еще одну трассу через Эквадор, Перу и через всю территорию Чили. И, соответственно, это дает совсем другие перспективы развития для всего региона. И, честно говоря, эта логика была абсолютно неожиданная для всех руководителей, но она настолько, скажем так, очевидная и настолько привлекательная, что в начале октября сейчас готовится еще одна поездка делегации Skyway, куда буду входить я, Франтишек, еще ряд наших специалистов, где будут встречи уже на самом высоком уровне, именно с руководством стран центральной части Латинской Америки, ну и дальше уже Аргентина, Бразилия, Чили, Эквадор. И эта логика сегодня абсолютно понятна, потому что сегодня отдельно взятая страна такая, как Парагвай, которая находится внутри континента, или Боливия, которая сегодня является богатейшей страной по природным ископаемым в мире, но она заперта, она не имеет выходов к портам, она не имеет транспортной инфраструктуры, там сложнейший ландшафт и с точки зрения рельефа, и с точки зрения пойма очень полноводных рек, соответственно, с большими разливами и климат джунглей в Латинской Америке не позволяет строить традиционные сегодняшние виды коммуникации, как автомобильные дороги, железные дороги, соответственно, только технология SkyWay, струнный транспорт сегодня позволяет вывести коммуникации на новый уровень и дать целую концепцию, новый толчок для развития континента. Конечно, это воспринимается, друзья, неоднозначно, потому что это все выходит на межстрановое, межнациональное общение. И страны, то есть я просто сейчас привожу пример, потому что я в этом очень сейчас глубоко погружен, и постоянно этим занимаюсь, там, взаимоотношения между Балией и Парагваем, то есть которые там за последние 100 лет воевали порядка 20 раз, то есть это народы, которые постоянно враждуют между собой, они все очень горячие индийские парни. И сегодня выйти в логику, что должна быть единая концепция, единая трасса, которая даст развитие и Боливии, и Парагваю, конечно, очень много, что должно измениться. Но, друзья, так же, как интернет убрал границы между государствами с точки зрения информационного обмена, точно так же транснет убирает сегодня границы и взаимодействие между народами и между государствами. Поэтому это новая логика, которую мы сегодня несем. И мы изначально, друзья, вспомните, кто участвовал в наших вебинарах и в наших встречах, мы постоянно говорили, что транснет, это мы объединяем мир. И строй скайвей, спасай планету, это мы решаем экологические проблемы. Мы решаем сегодня проблемы, которые нам достались от техногенной цивилизации, которая сегодня фактически подошла к точке невозврата, когда уже развитие техногенной сферы просто губит цивилизацию. Соответственно, необходимы новые направления. И мы уже не раз говорили, что развитие транснета это экогенная технология, когда мы, решая те проблемы, которые стоят сегодня, то есть быстро от дешевого перемещения, мы убираем те проблемы, которые нам достались в наследство техногенной, как и соответственно цивилизации. Мы подошли, это мы реализуем, и друзья, за эти три года мы четко показали, мы от декларации, мы перешли к демонстрации. И сегодня, почему мы вышли на этот новый уровень, почему мы сегодня можем предлагать лидерам целых стран и регионов применение технологии скайвей, потому что она, друзья, уже сегодня демонстрируется. И сегодня глупо нас сравнивать с какими-то проектами, которые находятся на бумаге или в стадии концептов, в стадии экспериментов. Технология скайвей сегодня это промышленно применяемая готовая технология. Да, сегодня мы пока продемонстрировали легкие варианты и пассажирского перемещения, и грузового перемещения, и контейнерного перемещения. Но, тем не менее, друзья, это уже 50 миллионов тонн грузов, которые могут возить и перемещать сегодня трассы скайвей, и даже в этом легком варианте. Это сегодня до 300 тысяч пассажиров в сутки, соответственно, возможности также легкой городской системы. Но сегодня идет изготовление, демонстрация, и мы показываем уже концепты о том, что на следующий год мы покажем уже и концепт, как я говорил, более серьезных перемещений грузов до 200 миллионов тонн, и, соответственно, скорости пассажирского перемещения уже до 500 километров в час. Это тоже, друзья, не предпредел, потому что это сегодня показатели скайвей пятого поколения, а следующее поколение, которое также уже находится в проработке шестого поколения, это, друзья, скорости, которые будут уже выше тысячи километров в час, это 1250 пока расчетная скорость километров в час, но это следующий этап, так же, как в свое время интернет сначала вышел на, скажем так, низкие скорости, потом появился высокоскоростной интернет, потому что потребность передачи информации постоянно-постоянно возрастает, именно в объемах информации, потому что сегодня удвоение всей информации на Земле происходит практически, ну, раньше это было три года, сейчас полтора года, сейчас, наверное, уже каждый год происходит удвоение объема информации, которая формируется и передается сетью Транснет. Соответственно, объемы перевозимых грузов и услуг, которые будет представлять Транснет, именно мировая сеть Транснет, она также будет несоизмерима с теми объемами, которые сегодня перевозят традиционные, на сегодняшний момент виды транспорта. Ведь как бы транспортная отрасль не была консервативной, друзья, но согласитесь, что изменения, которые произошли хотя бы за 100 лет в сфере транспорта, они крайне радикальны, потому что авиация появилась только 115 лет назад, 117. В 1902 году у нас братья Райт только подняли первый самолет. Соответственно, началась эра авиации. За 100 лет мы сегодня видим прогресс, который прошел именно развитие технологии производства. И самолетов, сначала винтовых, потом турбовинтовых, потом реактивных самолетов. Сегодня уже разрабатываются концепты электросамолетов, то есть турбовинтовых, соответственно, с выработкой электроэнергии на борту. Это тоже тот концепт, который позволит в разы снизить потребление топлива. Но, тем не менее, все это будет замещено и вытесняться, как мы их называем, керодактиле цивилизации, потому что помимо скоростного перемещения самолеты сегодня дают невероятное загрязнение экологии. И мы смиримся только с этой технологией авиации и ракетного самолетостроения только потому, что нечем заменить сегодня эти скорости. Как только Skyway даст альтернативу скорости 500-600 км в час, но при этом в сотни раз ниже будут затраты в энергетическом эквиваленте, соответственно, это и затраты на цену проезда и, соответственно, загрязнение, которое дает окружающие среды, авиация сразу будет замещаться на Skyway. Естественно, это тоже будет производиться постепенно. Сначала будет вытеснено и уйдет в небытие ближнемагистральная авиация, это до 1000 км, потом среднемагистральная до 3000 км, ну и, как я уже говорил, где-то в течение 10-15 лет гражданская авиация, я еще раз повторюсь, гражданская авиация будет заменена на Skyway. Естественно, что военная специальная авиация, она останется для выполнения специальных задач, но это не массовая транспортная система, которая будет перемещать миллиарды пассажиров и миллиарды тонн грузов. Это, естественно, будет выполнять только Skyway. Соответственно, система городских перевозок, личных и общественных, она в течение 5-10 лет полностью будет заменена уже система автомобильного и железнодорожного транспорта. Поэтому, как раз вот эти ближайшие 10-15 лет, это будет эра доминирования уже технологии Skyway, и это основа 6-го технологического уклада, который сегодня изменит всю цивилизацию. Мы об этом 3 года только начали говорить, когда мы начали это реализовывать. Сегодня это уже очевидная вещь для специалистов, для тех, кто погружен, потому что мы это уже изготавливаем, и то, что мы делаем для нас, это не какое-то далекое будущее, а настоящее. А для всех остальных, друзья, это станет очевидно в течение этого года, когда начнутся реализовываться и демонстрироваться уже конкретные адресные проекты. Поэтому, друзья, мы на этой стадии сегодня отстроили очень серьезный механизм именно по привлечению инвесторов и партнеров. У нас разработана этапность развития проекта. Сегодня мы переходим с 9-го на 10-й этап. Это объявлена 19-е сентября, дата смены этапа. Это значит, что мы выполнили задачи, которые стояли на 9-м этапе, и, соответственно, переходим на 10-й этап. Сопровождение перехода – это будет снижение венчурных премий, которые сегодня выплачиваются в виде дискаунтов на те инвестиционные пакеты, которые мы сегодня с вами формируем. Соответственно, это значит снижение рисков, и это значит более активное развитие проекта. Поэтому здесь, друзья, это время надо использовать для того, чтобы показывать для тех, кто интересуется и понимает проект, что его доходность хоть и снижается, потому что было время, когда венчурные дискаунты были измеримы с тысячами, там 5 тысяч было еще такое время, я помню. Но сегодня, соответственно, по мере того, как идет развитие проекта, риски снижаются, хотя они, друзья, все равно остаются, венчурность проекта все равно не уходит, то есть, как мы говорили, остаются и конкурентные риски, и они возрастают, поэтому сегодня отрабатывается целая система противодействия конкурентным рискам. Сегодня возрастает уже риск воровства интеллектуальной собственности, и это тоже очень серьезная работа и по защите интеллектуальной собственности, и уже по юридическому преследованию тех, кто начинает пользоваться и воровать эту интеллектуальную собственность. Это тоже, друзья, очень серьезный. И, соответственно, политические риски, потому что мы живем в очень непростом, нестабильном мире, и мы с вами видим и те катаклизмы, которые идут на постсоветском пространстве, на евразийском пространстве, вообще на мировом взаимодействии, то есть все мы сейчас с преддыханием или с затаением дыхания следим, как развивается сегодня на корейском полуострове ситуации. Это все, друзья, идет в параллель с развитием проекта, и это все не убирает венчурность. Соответственно, то, что мы сегодня делаем, и мы всегда вам, друзья, говорим, и ни в коем случае нельзя говорить, что мы кому-то гарантируем прибыль, мы кому-то обещаем баснословные дивиденды. Друзья, мы с вами делаем очень сложный, высокорисковый технологический процесс, который зависит от огромного количества факторов на его реализацию. Мы шаг за шагом с вами движемся, и тот путь, который мы уже проделали, это колоссальный серьезный путь. Это по тому, что мы преодолели, и на таком этапе мы сегодня находимся, друзья, очень многие не верили, что мы до этого дойдем. Очень многие не верили, что мы выйдем на реализацию адресных проектов, как же, как сегодня, говорят, что мы не реализуем этот проект или не сделаем ни одного адресного проекта в течение 2018 года. Я очень, друзья, разочарую этих людей и могу сказать так же, как сегодня мы дошли до стадии демонстрации, мы сегодня дошли до стадии, что объединили уже порядка 400 тысяч людей, более чем из 230 стран мира. То, что мы сегодня ведем переговоры с десятками правительств в мире о применении технологии Skyway и запуску адресных проектов, это, друзья, уже говорит о том, что мы сделали серьезную работу, мы очень серьезная команда, перспективы, которые перед нами стоят, они тоже очень серьезные. Но при этом, друзья, мы все реалисты, мы все понимаем сложность, и мы не исключаем того, что могут произойти события непреодолимой силы, которые повлияют на развитие проекта. Но, друзья, так же, как мы говорили, что как мы сняли риски, связанные с технологической частью, потому что до 1 июля, да и сейчас еще есть ряд сомневающихся, которые утверждают, что технологии нет, что это фейк. Сегодня, друзья, любой здравомыслящий человек, который изучает материалы, а тем более, который приезжает в Марьину горку и смотрит со своими глазами, и тем более тот, который общается с инженерами и находится на производстве, все понимают, что технология существует, что она очень серьезная, и она активно развивается и имеет активные перспективы. Сегодня, друзья, следующий ответ, это формирование сети адресных проектов, к чему мы с вами приступили, и здесь я могу сказать, что по тому темпу перемещения, который сегодня осуществляет, ну, как я их называю, джедаи Skyway, то есть Виктор не выходит из самолетов, и он практически в Минске не бывает, или бывает только тогда, когда надо передохнуть, там, Алексей, ну, вся команда, которая сегодня является костяк именно менеджмента продвижения адресных проектов, наш директорский состав нашего инвестиционного фонда Skyway Capital, мы все постоянно находимся в движении, и если весь этот год моя география перемещения была в основном Европа и общение с европейскими партнерами и инвесторами, то сейчас география резко расширилась, еще один регион, в котором я активно лично работаю, и именно мои ближайшие соратники и друзья, это Латинская Америка, где мы сейчас запустили, сейчас еще подключается Юго-Восточная Азия, это, как я уже говорил, Вьетнам, Лаос, Камбоджа. Соответственно, мы также сейчас предлагаем и обсуждаем там на самом высоком уровне создание именно уже регионального транснета, региональной сети, которая кардинально изменит развитие всего региона. Следующим этапом у нас стоит и сейчас активно ведется работа, это уже Юг Евразии, это Казахстан, Монголия с соединением с Китаем, и, соответственно, это тоже сеть, которая идет. И в дальнейшем, друзья, как мы говорили, это соединение, сначала развитие региональных сетей, региональных транснетов, потом постепенно их соединение, и конечная цель, друзья, это создание общей системы, общей системы транснет, которая так же, как и интернет, станет всеобъемлющей, и вот тогда она действительно даст те возможности, о которых мы сейчас говорим, они будут формироваться постепенно, сначала это решение локальных проблем, перемещение полезных ископаемых, руды, перемещение пассажиров из одной конкретной точки в другую конкретную точку. Со временем, друзья, формирование этой сети будет давать все новые и новые возможности, так же, как интернет по мире своего формирования дает все многие и новые возможности. Поэтому, друзья, тут спрашивают, верят, не верят, это, друзья, лично вопрос каждого, то есть можно в интернет до сих пор еще не верить, более того, я тут недавно познакомился с одним профессором, очень интересным, умным, пожилым человеком, который не пользуется до сих пор компьютером и не пользуется мобильным телефоном. Вот, то есть сегодня я могу сказать, это уже нонсенс, хотя 10 лет назад еще было много людей, которые не пользовались интернетом и не пользовались смартфонами и ноутбуками. Сегодня, когда я реально узнал человека, который не пользуется мобильной связью и, соответственно, компьютером, сегодня это уже выглядит, ну, несколько странно. Вот, поэтому это тоже как демонстрация технологий, которые входят в нашу жизнь. Поэтому, друзья, мне все равно, как сегодня относятся, много задают вопрос чиновники в России к технологии Skyway. Друзья, я просто единственное могу прокомментировать и сказать, когда начинает обсуждаться развитие региона, такого как Дальний Восток, без транснета, я просто могу сказать, ребята, это глупость, это чушь, это просто занимаются, я бы их чиновниками не назвал, потому что чиновник от слова чин, служение, это просто, скажем так, дилетанты занимаются для дилетантов написанием каких-то пустых бумаг. Это все равно, что в 90-м году рассматривать вопрос информатизации, там, России или Москвы, или любого региона, не понимая, что такое интернет, не понимая, что такое Google, не понимая, что такое Microsoft или что такое персональный компьютер, выгодный в сеть. Поэтому можно строить хоть какие планы, это все сегодня глупости. Так вот, я не называя фамилии, я могу сказать, что сегодня очень много людей, которые называют себя серьезными политиками или серьезными чиновниками, занимаются просто ерундой, просто ерундой. Они тратят деньги, тратят время, тратят общественное внимание из-за того, чтобы делать глупости. И здесь, друзья, это их личное дело. И ту лапшу, которую они вешают тоже остальные. Мы с вами, друзья, и мы, как раз говорили, у нас нет ни одной пустой минуты, у нас нет ни одной свободной минуты. Мы, друзья, занимаемся то, чем надо, мы занимаемся делом. Мы развиваем проекты, и сегодня проекты идут в десятках и десятках стран мира. У нас сегодня запускаются и в проработке находятся сотни предложений, сотни компаний, которые в ближайшее время будут формировать именно сеть Transnet. И мы сегодня по увеличивающейся нагрузке, то есть вся команда, которая сегодня работает, мы все в стопроцентной занятости, и я могу сказать, почему вы не патриоты, вы не делаете проекты сегодня в России или в Белоруссии или в Казахстане, где именно на постсоветском пространстве начинался Transnet и начинался Skyway, откуда были основные инвесторы. Здесь я, друзья, могу сказать, что самым главным убеждением и самым главным нашим аргументом, который мы будем показывать для того, что в России надо, это построить реальные проекты в любой точке мира, что мы, друзья, и делаем. И когда будут построены сотни тысяч и миллионы километров дорог, никуда эти чинуши не делаются, они придут и будут строить Skyway. Потому что без этого развивать одну седьмую часть суши, без этого развивать Россию, Казахстан, Монголию, просто невозможно. Это глупость. Соответственно, для этого понимания сегодня нам необходимо строить. Строить во всем мире. И с другой точки зрения, друзья, мы работаем уже в сообществе, нашего Skyway. Все, кто являются сегодня партнерами, все, кто являются акционерами, нам нет, друзья, разницы, в какой точке мира будут строиться трассы. Они все будут работать на капитализацию тех инвестиционных пакетов, которые мы формируем. И, естественно, мы уже как инвестиционный фонд, который работает по развитию Skyway, мы будем выбирать самые эффективные проекты, мы будем выбирать самые интересные проекты. Те, которые будут давать максимальный экономический эффект для инвесторов, которые вошли и развивают этот проект. Поэтому, естественно, что там, где сегодня очень крайне низкие пассажиропотоки или очень низкие сегодня грузопотоки, естественно, Skyway сегодня развиваться не будет. А там, где сегодня в сутки миллион, два миллиона пассажиров, соответственно, могут быть в потенциальном развитии, естественно, это эти проекты, которые будут развиваться в первую очередь. Поэтому это такие регионы, как Индия, где огромное население и, соответственно, потребность в перевозках. Это, как я уже говорил, Юго-Восточная Азия, Индия, это Вьетнам, Лавоз, Камбоджа. Латинская Америка, она интересна тем, что это колоссальнейшие сегодня территории, колоссальнейшие сегодня запасы природных ресурсов и абсолютно сегодня не осваиваемые. Поэтому сегодня Skyway будет включать эти территории в развитие и туда, куда будет приходить сеть Transnet, эта территория будет включена в общий мировой экономический процесс. Сегодня месторождение, которое не приходит в Skyway, это просто залежи или это просто сегодня кладовая, которая ничего не стоит. Как только куда будет подключен Transnet, эти ресурсы сразу становятся востребованными, они сразу входят в мировой экономический оборот. Точно так же любая территория, куда сегодня Skyway не приходит, это не осваиваемая пустынная территория. Это сегодня пустыни Монголии, это сегодня джунгли Латинской Америки. Но как только через них пройдут трассы Skyway, это сразу станет цивилизованная, осваиваемая, доступная и очень востребованная территория. Поэтому вдоль трасс как раз логика линейных городов и вся цивилизация именно по расселению в течение 10-15 лет, она очень радикально поменяется. И, соответственно, экономика, которая сегодня некоторыми, как я их называю, гореэкономистами предрекает падение и, соответственно, деградацию и мировой экономики, и в частности экономики евразийского пространства и России, как ее основной составной части, то здесь, друзья, я могу разочаровать этих пессимистов или тех, кто пугают сегодня мировым экономическим испадом и кризисом, я могу сказать, что Skyway радикально поменяет ситуацию. И в течение 10 лет мы прогнозируем и мы видим удвоение мирового ВВП, а такие регионы, как Центр Латинской Америки, Боливия, Парагвай, Уругвай, Монголия, Лаос, Камбоджа, эти сегодня так называемые страны третьего мира или низкоразвитые страны, они покажут рекорды мирового роста, экономического роста и ВВП этих стран увеличатся в десятки раз за ближайшие 10-15 лет. Точно такая же перспектива может быть и у России, когда будет принято и понято логика развития транснета, но это, друзья, некая отдаленная перспектива, потому что те, скажем, люди, которые сегодня по мере своим обязанностям должны за это отвечать, они отвечают за совсем другие вещи. Но, опять же, друзья, это нисколько нам не сковывает ни развитие проекта, ни перспективы проекта, это, друзья, нам просто говорит о том, что мы работаем там, где сегодня востребован Skyway, а это в развивающихся странах, мы работаем сегодня с теми правительствами, которые заинтересованы в развитии своих территорий, развитии своих стран, а не в грабеже или там просто откровенном, скажем так, паразитировании на нуждах или на полезных ископаемых. Это, друзья, остается на совести каждого. Skyway и мы, как команда и директоров, мы находимся вне политики, мы абсолютно занимаемся понятным и конкретным делом, и то, что мы сегодня делаем, по моему глубокому убеждению всей команды, которая сегодня этим занимается, и я абсолютно четко, я могу сказать, очень много общаюсь с инженером юницким, что наша цель это запустить проект, это решать те проблемы, которые сегодня стоят в сфере коммуникации, это осваивать сегодня те территории и сегодня снимать те негативные последствия, которые сегодня нам достались от предыдущего развития цивилизации, техногенной цивилизации экономики, и сейчас пришло время очень что многое менять, в этом есть крайняя потребность, и я могу сказать, что нет, наверное, ни одного человека, который скажет, что ему нравится часами проводить в пробках, ему нравится дышать выхлопными газами, ему нравится есть отравленные продукты и пить отравленную воду, ему нравится тратить огромные деньги на лекарства и постоянно болеть, ему нравится, что его дети, выходя на улицу, рискуют попасть под автомобиль и миллионы людей сегодня гибнет под автомобилем и десятки миллионов становятся инвалидом, я думаю, что если что, с драмой умеет нормально, то это нравится не может. Все эти проблемы сегодня решает Skyway, мы сегодня находимся в практическом, в практической реализации, и это, друзья, происходит только благодаря тому, что 3,5 года назад Юницкий как инженер спроектировал краудинвестинговую инвестпроводящую систему, мы занялись с вами именно созданием инвестиционной народной системы и привлекли сотни тысяч людей для того, чтобы объединить это желание, объединить это стремление, и мы с вами, друзья, создали то, на этапе которого мы сегодня находимся. Но, друзья, это только первые шаги, и мы постоянно говорим про Экофест, на Экофесте 2018 года вы увидите действительно чудеса техники, вы увидите действительно то, что еще не создавало, это и роботизированную перевозку, и роботизированное строительство, и роботов, которые будут ездить по струне, ездить по земле, плавать по воде и летать по воздуху, и все это будет работать в автоматизированном системе, в едином комплексе строительства Skyway, но все это, друзья, вам продемонстрируем, вы все это увидите, и адресные проекты, которые сегодня постоянно увеличиваются и по предложениям, и проработкам, к этому времени уже будут полным ходом в развитии, будут полным ходом в реализации. К следующему вебинару, друзья, я надеюсь, что у нас будет уже информация о визите Бабурина и Юницкого в составе правительственной делегации именно бизнеса с президентом Беларуси и Лукашенко в Индию. Вот, я думаю, что мы будем уже с вами в курсе тех встреч и тех результатов, которые они достигают. Соответственно, адресные проекты, которые сегодня прорабатываются, также мы с вами и ряд будем разбирать и смотреть, потому что это крайне важно сегодня. И по тому производству, которое сегодня готовится для реализации этих проектов, мы также с вами очень много интересного, чего увидим. Ну вот, друзья, я передаю слово тогда Алексею, он, как всегда, покажет и расскажет свой взгляд и свою часть, свое видение того, что сегодня происходит. Я в перископе, соответственно, сделаю и покажу трансляцию. Вот вечером у нас с вами, друзья, традиционный уже Юни-Скай-вебинар, который идет с параллельным переводом для европейских, а сейчас уже и не только европейских партнеров. Мы с переводом на английский язык готовим сейчас и для Индонезии, и для Индии. А еще, наверное, через две недели будет параллельный перевод еще и на вьетнамский язык, потому что очень большое количество сегодня партнеров у нас в Вьетнаме, которые с активнейшим образом сегодня развивают проект SkyWay. Ну вот, Алексей, тебе слово, а я в конце, друзья, как всегда, сделаю небольшое обобщение там и перспективы, которые нас ждут на эту неделю. Так, Алексей, Алексей, Алексей пока не включается. Вот, вот этот, тут с этим проектом, с Вольфрамом задают вопрос, это, конечно, друзья, такая глупость, что, ну, вы понимаете, что это специально обученные люди, которые закидывают сейчас, так, Алексей пишет, что не может включиться. Вот, видите, проблемы такие же, как и у меня были, вот, две недели, сейчас я, слава Богу, с помощью вот нашей именно IT-отдела SkyWay Capital я на прошлой неделе решил все вопросы, а Алексей пока, видите, не может войти. Это сложности как раз взаимодействия сейчас уже между программными обеспечениями Мирополиса и браузеров, которые есть. То есть, вы, кстати, тоже имеете в виду, что через браузер Chrome сегодня войти в комнату очень сложно, поэтому пользуйтесь либо Мобзилла, либо Opera, и особенно Opera Turbo, то есть, это вот у меня сейчас механизм, который, ну, это программное обеспечение, которое позволяет работать с Мирополисом. Так, значит, поясню немножко, потому что много по чатам прошло, это вот кинули информацию, что на земле нет стойкого альфрама, поэтому SkyWay построить невозможно. Друзья, сегодня та сталь, которая применяется для строительства SkyWay, это миллионы тонн, которые производятся, и никакой проблемы сегодня с дефицитом комплектующих сегодня нет. Другое дело, что для выполнения специальных задач, то есть, строительства пролетов до 5 километров, строительства SkyWay в зонах пониженной температуры, в вечной мерзлоте, там, где могут быть температуры ниже 50-60 градусов, для этого нужны специализированные стали со специализированным легированием, и для этого необходимы специальные компоненты для легирования. В основном это группа редкоземельных металлов и цветных металлов. Сегодня редкоземельные металлы, они контролируются практически китайскими производителями, потому что они являются монополистами на рынке. Но мы говорили, что основные месторождения редкоземельных металлов находятся на территории России, это север Якутии. И один из основных проектов по развитию для того, чтобы дальнейшего развивать SkyWay необходимо освоение тамторского месторождения. Но это, друзья, стратегический проект, это глобальный проект, который должен решаться на государственном уровне, и соответственно, когда придет понимание, то одна из первых трасс таких масштабных SkyWay будет именно строиться в тамторское месторождение для того, чтобы взять необходимое количество именно редких земель, сталь, чтобы легировать сталь и получать абсолютно новый компонент. А то, что сегодня кто-то пытается сказать, что Вольфрам, почему Вольфрам? Вольфрам сегодня очень немного легирует сталь, в основном это хром, в основном это сегодня у нас вот это кремний и титан, соответственно, это целая индустрия. Здесь очень важный и серьезный специалист, с кем мы общаемся на эту тему, это академик Российской академии наук Леонтьев Леопольд Игоревич, и соответственно, он долгое время руководителем института стали и сплавов, как раз является основным специалистом сегодня, не только в стране и в мире, по легированию стали. Поэтому, друзья, все эти спекуляции или инсинуации, что чего-то у нас там не будет, то есть, что нам теперь Вольфрама не хватит, и поэтому мы не построим трассы, друзья, это все полная-полная ерунда. Будут машины вместо комбайнов, например? Да, тут вопрос, но сельское хозяйство, исходя из развития технологий SkyWay изменится радикально. И я вам могу сказать, что сельское хозяйство и выпуск основной сельскохозяйственной продукции все дальше и дальше будет выходить на именно на роботизированную технику. Так, Алексей пишет, что на связи. Включайся тогда, Алексей. Можешь включиться? Так... Нет, пока что-то Алексею у нас не получается. Они слышали звон. Ну да, вот Алексея тоже сейчас начались проблемы, он тоже не может войти. Алексей, ничего страшного, это просто конфликт идет с браузерами и с программным обеспечением, поэтому не обращай внимания, если сможешь включиться, если нет, значит надо там кое-что обновлять, перестраивать, менять, соответственно, приложение и ничего в этом странно. Кнопки перестают нажиматься в комнате. Ну, да, это... Алексей мне пишет сейчас вот в Вайбере, что не может включиться, кнопки перестают. Но это как раз и есть настройки, которые... Соответственно, это надо и обновление, и менять программное обеспечение, то есть, поэтому давайте... Алексей перезагружает сейчас компьютер, если сможет включиться, значит включится, если нет, друзья, но Алексей столько раз уже проводил без меня и выручал меня, так сказать, когда у меня был сбой по технике и я не мог включиться, поэтому я могу сказать, что, наверное, мы Алексею... О! Включился! Значит, ты победил все-таки нашего младшего брата. Так, про 11 этап, друзья, я скажу в конце... Так, Алексей, работает у тебя звук? Да, 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 все хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, вот не буду отключаться, почему-то кнопки перестают работать в нашей комнате, но, собственно, чтобы не происходило, вебинар не должен быть сорван, то есть, это мы и по троллям сразу замечаем, и по любым нештатным ситуациям нужно их решать. Друзья, действительно, Сергей Анатольевич очень обширно сегодня показал именно идеологию и в плане техническом, и в плане технологическом, и в плане будущей футурологии, именно каким будет мир с Транснет. Я хотел бы остановиться на теме экологии, то есть, вообще, вот многие задают вопросы, многие спрашивают, почему же Азия, почему Азия так рьяно взялась действительно за Skyway, но на самом деле статистика говорит сама за себя. 75% вообще всех смертей, которые происходят в загрязненных районах, они происходят именно в Южной Азии. Именно поэтому там Skyway пришел в первую очередь, потому что, естественно, правительство Индии уже движется в логике, безусловно, основного дохода и так далее, но, естественно, чтобы реализовывать такие концепции, нужно создать инфраструктуру. И, действительно, вот такая судьбоносная, очень мощная встреча, я бы сказал, на уровне, как вот проходили встречи БРИКС и так далее, то есть, это тоже достаточно мощная дипломатическая встреча и корпорации инженерной, и группы именно дипломатов и самого президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и, естественно, первых лиц государства, которое претендует теоретически на будущее, новое мировое развитие. И это неспроста, друзья, потому что в Китае сейчас предлагают различные решения, как говорится, когда уже накаливается действительно ситуация и просто красные флажки вывешиваются именно по экологической составляющей, по экологическому состоянию мегаполисов и придумываются концепты, которые боско-вертикали, допустим, в Милане есть, ну, там не так много растений. В Китае вообще придумали концепт и как придумали, это на самом деле было создано, и придумать и разместить этот концепт вертикальных лесов, то есть это когда небоскребы и там различные насаждения, но это глупо, не включая это в комплекс всей инфраструктуры. А именно SkyWay это первая технология, которая именно зеленая крыша, озеленение крыш включила именно в законченное решение, в комплексное решение по созданию всей инфраструктуры. И именно инженер Юницкий по праву за это и в лице генерального конструктора и вся компания SkyWay получили Grand Pro.on за озелененные крыши, потому что нет смысла просто строить эти небоскребы без решения именно комплексного. Как Панатолий Эдуардович это называет, это именно транспортная, инфраструктурная, мировая альтернатива, основанная на технологии SkyWay. И в будущем, я думаю, что будет поорганизован, сейчас уже ведутся переговоры фонд, это будет не финансовый, это будет не институционный, это именно будет научно-производственный, исследовательский фонд, академия, по-разному можно будет эту организацию назвать, которая будет изучать именно стратегии и внедрение мировой транспортной инфраструктурной альтернативы. И только SkyWay на сегодняшний день может действительно диктовать правила стандартизации, не побоимся этого слова, именно ввиду новой транспортной инфраструктурной альтернативы. И давайте посмотрим, что происходит сейчас вообще в мире интернет-вещей так называемого. То есть вот мы очень много штурмуем, и вот именно над такой вот концепцией будущего, которая будет, поверьте мне, применяться и не только в реальном, но и в цифровом мире, об этом мы будем говорить попозже, что сейчас делает интернет-вещей. Вообще само понятие мне лично интернет-вещей, так как и роботы, так как и сейчас действительно стремительно развивается искусственный интеллект, и даже наш товарищ, коллега по транспорту и инфраструктуре, и по нововведениям, инновациям Илон Маск наряду с Раймондом Курселом и Стивеном Хокингом говорят, что нужно уже затормаживать это развитие именно искусственного интеллекта, иначе это не к добру. И у нас концепция, именно создаются транспортные андроиды. Skyway не создает искусственный интеллект именно в отдельном применении, он его применяет, именно вот Юницкий применяет искусственный интеллект именно внутри транспортного андроида для удовлетворения в первую очередь человеческих потребностей. И на сегодняшний день мы можем выдвинуть такую теорию, что на самом деле интернет вещей сегодня не так быстро развивается, как предсказывали, как позиционировали, как закладывали бюджеты, как тратили бюджеты. То есть, что такое интернет вещей, если буквально сказать на пальцах. Это сродни концепции мгновенного перемещения, которую мы используем именно при описании Skyway, при описании Транснета и сейчас уже Транснет Спейс. То есть, я сижу, допустим, в своем кабинете, в кресле, мне нужно разогреть чайник, я по мобильнику посылаю сигнал. Чайник может оценить вплоть до того, что состав воды, подогреть ее, либо наоборот охладить. И подходит на кухне робот и наливает в кофеварку. То есть, это автоматизированные абсолютно должны быть явления. Но сейчас этого не происходит. И даже наше мобильное устройство, наши гаджеты, они общаются также посредством Bluetooth и так далее. То есть, мир интернет вещей, несмотря на его позиционирующуюся высокую капитализацию, он затормаживается. И через два года, максимум два с половиной года, уже начнет действительно такими вот широкими шагами шагать Транснет Спейс. То есть, это пространство Транснет. И даже пространство интернет будет вобрано вовнутрь пространства Транснет, потому что, опять же, это комплексное законченное решение и единое транспортно-энергетическое коммуникационное, информационное, социальное и даже финансовое инфраструктура. Поэтому мы можем сказать, что выдвинуть такую теорию, именно как ответ современным футурологам, которые задают концепции про мир интернет вещей. Во-первых, в этом плане мы не хотели бы называться как Транснет вещей и так далее. То есть, это пространство Транснет и Транснет Спейс, именно если говорить на английский манер. И Транснет Спейс теоретически за два года при первых своих шагах может догнать, а потом действительно наравне двигаться с миром интернет вещей, далее уже перегнать и вообще выбиться именно в лидеры. И все забудут по мере интернет вещей и поймут, что действительно нужно задумываться о связующих звеньях, оцифрованных, передающих различные цифровые, электронные сигналы, передающие различные действия, активности. Это должны быть оцифрованные активности. И все это будет происходить внутри Транснет Спейс, друзья. И мы позиционируем, что это действительно крупнейший бизнес и намного более крупный, чем сейчас говорят о мире интернет вещей, об IT-сфере. То есть, Транснет Спейс, опять же, в себя все вберет. Но это будет, естественно, строиться в первую очередь. И не только в первую очередь, а задавать все тренды и стандарты будет технология Skyway. Соответственно, инженерная школа Юницкого, именно на основе SkyTech. И действительно, это будет создано будущее, которого сейчас все так ждут с решением экологических задач, с решением транспортных проблем, проблем пробок, которые сейчас решают такими стартапами, которые привлекают уйму человека часов и массу действительно средств, как Boring Technology, то есть, это именно вот рытье тоннелей под землей, масками. Абсолютно ничего нового. И это такой промышленный пиар, это промышленное шоу. И, дорогие друзья, я бы хотел призвать вас действительно к тому, чтобы максимально вообще позиционироваться, максимально двигаться в существующих информационных полях. То есть, вот даже Сергей Анатольевич недавно активизировался по Фейсбуку в спящем состоянии, был где-то год, и примерно полторы тысячи людей добавилось ему, далеко не только Skywayщики на аккаунт. И этим мы также формируем информационное поле, информационное пространство. Многие стартапы действительно не могут сказать, что у них действительно информационное поле, которое можно вот так вот действительно держать и влиять на него очень быстро. Не то, что даже влиять, а задавать какие-то новости, задавать какие-то необходимые действия, чтобы мы как единый слаженный организм действовали. И сейчас мы находимся на краудинвестинге 1.0, но поверьте нам на слово, что краудинвестинг 2.0 уже не за горами. И, соответственно, это будут совершенно другие объемы привлечения инвестиций. Это будет использование той сети, которую сейчас все мы с вами выстраиваем, чтобы она наложилась далее на сеть адресных проектов и сформировала Transnet Space, которая обгонит по нашим суждениям, по нашим предположениям Сергея Анатольевича именно интернет вещей. Ну вот так вот, дорогие друзья, вкратце. Если говорить про новости, то мы понимаем, и действительно мы сами находимся в таком информационном вакууме. Но что важнее, подготовиться к такой вот именно мощной дипломатической и технологической встрече, как в составе представителей Skyway Technologies Companies и в составе представителей власти, высшего представителя власти Республики Беларусь. Ну, я думаю, что в этом можно простить запоздание, потому что есть приоритет, но клонировать людей, клонировать Бабурина, чтобы он общался и давал интервью, к сожалению, нельзя, потому что Виктор сразу после самолета, буквально не отдыхая, сел за работу и сегодня вот с ним переписываюсь, он говорит, что пятница, максимум в следующей неделе интервью появится, но просто физически времени нет. Так что, друзья, ждем. И я думаю, что новости будут сверхбомбовые. И опять же мы говорим, и не исключаем тот факт, что в зависимости от поступления инвестиций, поступление инвестиций у нас дополнительно ожидается, может быть переход не только на следующий этап, но уже и через следующий. Это покажет ближайшее время, я думаю, что все мы с вами увидим, но это подзадаривает. Это действительно заставляет развивать Skyway и работать все быстрее и стремительнее. Так что, друзья, я думаю, что вот это вот самые главные такие вот новости, самые важные, ну а конкретику, та, которая инсайдная конкретика, она останется за кулисами, но то, что можно говорить, обязательно все мы услышим и увидим в репортаже. Мы с Сергеем Анатольевичем тоже с нетерпением с большим запозданием, с большим запозданием. Да, какие-то затормаживания, да. Спасибо. Друзья, я могу сказать, вот среди стран, вот тоже такой весомый результат, который меня лично и Сергеем точно, думаю, порадовал, потому что это наша структура, вырвалась в такие новые лидеры Индонезии. Представьте, скачок с 80 тысяч до более чем 300, и это страна, которая также имеет огромный потенциал, сейчас пока что у них краудинвестинг не закрыт, но я думаю, что пусть успевает, пусть успевает приобретать наши активы, потому что при развитии адресных проектов… Так, все, Индонезия молодцы, да. Так, слышно, видно, хорошо, потому что я каждый раз сейчас буду это переспрашивать, потому что настройки слетают, именно взаимодействие комнаты с компьютером. Так, отлично. Вот, но, друзья, я могу сказать, что Алексей, конечно, затронул сейчас просто сам очень важную тему, и я могу сказать, что, друзья, возьмите это сейчас просто как информацию к размышлению, информацию, о которой необходимо всегда помнить и делать, но в ближайшие буквально месяцы до конца года вы поймете, о чем сегодня речь. И тут очень много задают вопросов и по внутренней бирже, и по обороту акций, когда можно будет продать. Друзья, все эти вопросы до конца года будут решены и как раз решены именно в технологическом плане. Работа эта активно сейчас ведется, то есть о криптовалюте, друзья, эти слова уже не мы произносим не первые. Вчера при пресс-конференции президента России Путина были произнесены слова, что Россия выходит с инициативой о запуске региональной именно криптовалюты для стран БРИКС, поэтому это звучит, друзья, уже из уст руководителей страны, поэтому здесь, друзья, мы, наверное, ничего нового не скажем, что да, мы тоже работаем в направлении создания и своей криптовалюты, и биржи, которая будет увязывать все адресные проекты. Друзья, ну это просто уже тренд времени, и сказать, что мы этого не делаем, это значит, мы уже отстаем от времени, потому что если об этом говорит Путин, значит, этим должны заниматься все. Поэтому, друзья, здесь ничего, наверное, нового и предрассудительного. Другое дело, что это сложный процесс, его нельзя сделать за несколько дней или даже несколько месяцев для того, чтобы это качественно работало, поэтому активная работа в этом направлении ведется. Естественно, что так как проект Skyway – это инновационный во всех сферах, то, соответственно, и в сфере инвестиций, и в сфере программирования, и в сфере обслуживания проекта, именно и финансового, и организационного. Естественно, что мы готовимся к тому, что мы будем применять все самое передовое, в том числе и технологии программирования на блокчейн. Поэтому это тоже активно все развивается и делается. Поэтому, друзья, то, что сегодня формируется новая действительность, и то, что сегодня мы именно приступили к созданию мировой транспортной сети Transnet, это уже очевидно, и то, что сегодня проект, когда мы говорили, что он международный, хотя бы потому, что у нас сегодня практически, даже не то, что практически, а, наверное, нет стран сегодня на Земле, в которых нет партнеров и акционеров Skyway. Более того, мы несколько раз не то, что шутили, а по статистике у нас сегодня, которая ведется при регистрации партнеров, сегодня заявлены 237 стран, а в ООН 192. То есть у нас, как минимум, уже по статистике партнеров больше, чем стран, входящих в ООН. Поэтому сегодня надо мной многие подшучивали, когда я на конференции реально ошибку, ну, по незнанию, по своему давнему изучению географии, я к своему стыду, когда мне сказали про Уругвай, я почему-то думал, что Уругвай в Африке. Ну, потому что никогда я не видел и не интересовался этой страной. Вот, и к своему большому стыду узнал, что Уругвай это оказывается Латинская Америка. И столицу Монте-Видео я долго не мог выучить, потому что путал его по стране с Мидео, это Казахстан, и Монте-Видео только запомнил так чисто обранно. Но, друзья, когда я пять дней провел в Монте-Видео, весь его исходил центр пешком, когда побывал во всех основных министерствах и ведомствах, то, естественно, друзья, я сейчас могу сказать, что я очень хорошо имею представление о этом городе, о столице Уругвая, Монте-Видео, об экономике, о структуре, об основном бизнесе, который там делается. И дальше, я, друзья, могу уже четко, когда мы рассматриваем логику сейчас, и я еще не был в столице Парагвая, Ассансионинг, то есть это только предстоит в начале октября. Я не был еще в столице Боливии, Ла-Пась. Это, соответственно, уникальнейший город, который находится на высоте 4200 метров, и внутри города перепад 500 метров. Представьте, 500 метров перепад внутри города, это какая транспортная инфраструктура, там есть районы, жители которых между собой не общаются годами, потому что туда попасть просто практически невозможно, это как два отдельных мегаполиса. И, естественно, что когда встает вопрос, что технология Skyway может в принципе перешить транспортную проблему этого мегаполиса, этого, скажем так, уникальнейшего города, то это, конечно, вызывает очень и очень большой интерес. Соответственно, столица Перу, Лима и проект, который мы сегодня рассматриваем, что трасса высокоскоростная, высокопроизводительная от Лимы через Ла-Пас, или там, около Ла-Паса через Сан-Сион, который будет соединяться с Монте-Видео, это, естественно, друзья, очень интересный проект, но очень непростой. И, соответственно, это еще предстоит большая-большая работа по согласованиям, большая-большая работа по именно переговорам и с политиками, и с чиновниками, и с бизнесом не только этого региона, но и всей Латинской Америки, и основными финансистами мирового уровня, потому что такого плана проекты, они, естественно, находятся в зоне такого внимания крупных финансовых групп. Поэтому это, друзья, та работа, которая ведется, делается, и это как раз и есть система построения транснета. И где бы мы сейчас не рассматривали даже небольшой адресный проект типа «Поехали в Челябинске» или небольшой трассы в Австралии в университете, это все, друзья, формирование единой транспортной сети, которая объединит и сделает мир совсем другим в ближайшие 10-15 лет. И этот процесс, друзья, я считаю, он уже не обратим, потому что такое количество людей сегодня, объединенных единой целью, объединенных и единой идеей запустить и сделать и реализовать и превратить наш мир именно в цветущий и уйти от неизбежной надвигающейся экологической катастрофы, это, друзья, благая цель, это очень серьезная задача. И те люди, которые подключаются, решают и искренне работают в этом направлении, на мой взгляд, это люди, которые вызывают как минимум уважение, а как максимум еще и серьезный пример для подражания. Поэтому у нас сегодня практически в каждой стране есть активные участники, у нас в каждой стране есть сегодня люди, которые помогают и работают в Skyway. Ну и, друзья, не надо забывать, что это и очень серьезная система выстроенного бизнеса, которая и защищена, и работана сейчас юридически, и более-менее налаживается именно как финансовый механизм. Естественно, друзья, что мы очень много получаем нареканий и очень много у нас идут с нашими именно представителями и координаторами работы в регионах, связанных с несовершенством платежной системы, с постоянными изменениями в взаимоотношениях в банках. Здесь, друзья, могу сказать, что да, проблемы существуют, мы по мере возможностей, по мере, скажем так, отработки мы их решаем, совершенствуем, но надо признать, что ряд таких проблем возникает, ряд таких проблем существует, особенно для некоторых европейских стран, но по мере развития, по мере совершенствования и, скажем так, развития проекта мы все эти проблемы убираем. Поэтому прошу относиться тоже к этому с пониманием, особенно сейчас при смене этапа, когда резко увеличивается интенсивность и интерес к проекту, соответственно и активность партнеров, и приход новых членов. То есть поэтому, друзья, при определенных каких-то технических сбоях давайте вместе решать эти проблемы, обращайтесь в техподдержку, обращайтесь к коллегам, обращайтесь к директорам и нашего фонда Skyway Capital и к головной компании, мы вместе сообща, друзья, будем быстро решать эти проблемы и эти вопросы, которые возникают. И прошу просто всегда относиться спокойно, с пониманием, и если что-то не решается очень быстро и с первого раза, то это, друзья, просто говорит о том, что загруженность и проблемы, скажем так, нагрузка, которая сейчас идет на технический персонал, она очень и очень великая и приближение даты 19 декабря, она все сейчас, ну скажем так, все нарастает. Поэтому, естественно, что активность к 19 ноября, извините, к 19 сентября, она будет максимальной, мы это и понимаем, и отдаем себе отчет, поэтому мы к этому готовились, сейчас работаем, скажем так, на опережение. Я думаю, что все произойдет, пройдет гладко и выверено, так сказать, минимальными техническими. Хотя, друзья, еще раз могу повторить, и здесь как раз у нас очень много технических чатов ведет Слава Коли, очень активно помогает инвест-группа, работают технические, группа поддержки в Skyway Capital. Поэтому, друзья, я думаю, что все вместе мы отработаем, сделаем, поэтому давайте, друзья, относиться и спокойно к проблемам, которые возникают. Без них, к сожалению, никуда. Вы видите, я две недели не мог настроить браузеры входа управления микрофоном, это просто произошли изменения программные, которые так сходу было не устранить. И, соответственно, в платежных системах также происходят изменения и сбои. Поэтому, друзья, это то, что сопровождает проект и то, что, к сожалению, несколько портит нам жизнь, но нисколько не влияет на сам процесс. Поэтому, друзья, еще раз хочу сказать, давайте относиться к этому с пониманием, спокойно решая все вопросы. Единственное, что я могу гарантировать вам точно на 100 пациентов и в том, что каждый из совета директоров Skyway Capital лично, я и Алексей, мы будем всячески помогать, поэтому обращайтесь, делайте, пишите все, что в наших силах будем помогать и решать. Поэтому со следующей недели у нас опять будет разъездная, там в следующие две недели у нас будет конференция сначала в Италии, в Болонии, потом в Белграде, в Сербии, потом в Чехии, в Праге. Алексей будет проводить работу в Юго-Восточной Азии. Соответственно, Виктор с Антонием Юницким в очередной раз летят уже на новый этап переговоров в Индию. Поэтому, друзья, что я вам и гарантирую, обещаю, что поток новостей, поток свежей информации будет постоянно идти. И здесь, я думаю, что вы ни на минуту, ни на секунду не останетесь с тем, что проект неожиданно почему-то остановился. Поэтому, друзья, те, кто это пытается выдать желаемое за действительное, значит, друзья, наверное, у них цели и задачи совсем другие. Поэтому, друзья, давайте вместе двигаться. Очень сейчас ответственное время. Те, кто работает с партнерами, с инвесторами, вот, то есть надо показать значимость смены этапа, надо показать, какие перспективы есть сейчас и что будет дальше. Поэтому давайте это время используем максимально эффективно, используем максимально именно с пользой для каждого из вас, для той структуры, которую вы делаете и для всего проекта в целом. Поэтому, друзья, давайте на этом я с вами прощаюсь. Вечером у нас будет уже Юни-Скай-вебинар. Я еще раз объясню его логику. Он идет с переводом на европейские основные языки, где у нас наиболее такие развитые структуры наших партнеров. Мы сейчас сделали с параллельным нашей комнаты переводом на английский, потому что это востребовано в целой ряде стран. И сегодня они не подключаются напрямую, но этот вебинар с переводом на английский язык сразу же идет по рассылке по нашим англоязычным партнерам. Поэтому это тоже, друзья, очень важно и тоже прошу относиться к этому с пониманием. И здесь я могу еще сказать, что те, кто ведет переговоры и доносит информацию, я рекомендовал бы смотреть и слушать эти вебинары, потому что подача информации, которая идет для наших европейских партнеров, особенно с переводом на английский, она несколько другая. Там радикально отличается именно и сам стиль изложения, и фразы, которые идут, и логика, которые выстраиваются. Поэтому как раз рекомендую тем, кто работает с партнерами, смотреть эти вебинары, потому что там каждая фраза, каждая абзац и каждая мысль, которая доносится, она выверена и, соответственно, это очень большая работа предварительная, которая идет для донесения этой информации. Ну все, друзья, давайте на этом мы с вами прощаемся, кто будет вечером до 21 по Москве, 20 по европейскому времени, со всеми остальными, друзья, до следующей среды. Да, как Алексей уже сказал, я несколько активизировал, давно просто не доходили руки, и тут меня партнеры попросили, чтобы я начал работать с Facebook. Я только тренируюсь и учусь, друзья, поэтому если какие-то там идут накладки, то сразу приношу свои извинения. Это еще один канал, где будет выкладываться информация, где будет именно текущая деятельность нашей группы вот с Алексеем, которую мы ведем, нашей инвестиционной группы, которую мы ведем по адресным проектам, то вы через, ну все записи, которые будут в Перископе, они также будут выкладываться в Facebook на моем блоге, поэтому, друзья, ну или на моем аккаунте. Поэтому это просто еще один канал для общения с партнерами, для доведения информации, ну и, соответственно, мы будем стараться так, чтобы это было и интересно, и полезно, и, соответственно, очень узнавательно. Все, друзья, на этом прощаюсь с вами. Строй Skyway, спасай планету, и то, что, друзья, сейчас следующий этап, который у нас был предварительный, который мы декларировали, друзья, мы объединяем мир, и объединять это наша работа. Так что давайте нашу работу делать честно и изо всех сил. Все, друзья, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok